Дон Витцини проделал огромный путь по формированию Великой Италии, но для того, чтобы достичь абсолютного могущества, требовалось решить ещё одну проблему. Большую часть жизни итальянское общество шло рука об руку с папой, поэтому избавиться от его влияния даже силами мафии мы определённо не сможем. Однако отдавать ему весь север Италии было бы попусту нелогично. Лучшие капы проливали кровь мафии за каждую петь итальянской земли, поэтому лучшим решением будет послать папу в Рим и провозгласить новую Италию, свободную от предрассудков. Поначалу папа был против, однако теперь он понимает, что стал лишь птичкой в клетке. Теперь это лишь очередной актив Дона и всем, кому положено знать об этом, уже знают. Между тем и папа прекрасно понимает, что во время войны не стоит раздосадовать народные массы, в особенности если эта война последнее время была победной. Наступления об австрийской линии фронта, а также закрытия нескольких котлов продолжаются. Нашей основной целью становится объединение силами союзников в регионе. Постепенно мафия расширяет линию фронта, добиваясь поистине впечатляющих результатов. Ни одна из окружающих нас стран не могла даже предположить, что в кратчайшие сроки мафия добьется в столь ощутимых результатов. Когда наши войска были подле враждебной столицы, австрийцы забросили мира. Мы понимаем, что наши люди устали от войны, но сейчас Италия как никогда близка к своему триумфу, поэтому мы продолжим нашу кампанию. Первым делом необходимо вывести из игры Чехию. После этого наши войска смогут перегруппироваться и продолжить наступление единой атакующей линии фронта. Если наши товарищи австрийцы не капитулируют раньше. Как будто не было, эти паразиты неплохо укрепились на юго-востоке и готовы стоять насмерть за свою свободу. Что ж, мафия определенно уважает такое решение, однако простой люд не согласен со своим императором. Солдаты начинают восстание, и австрийцам ничего не остается, кроме как безоговорочно капитулировать. Без зазрений совести Дон Кало может объявить о создании одного из самых сильнейших альянцев в Европе. Увы, но, к сожалению, мы не сможем контролировать столь огромные территории самостоятельно. Поначалу мы собирались полностью аннексировать покоренные нами страны, однако вскоре стало очевидным, что мы не сможем удержать их. Огромная административная нагрузка просто убьет наше новое государство. Но у Дона Кало всегда оставалось несколько козырных тузов в рукаве. На руководящие посты покоренных государств были поставлены лояльные нам лидеры. Или те действующие лица, которые более не представляли угрозы, однако могли обеспечить стабильность в регионе. Самые влиятельные мафиози займут свои места в тронном зале за спинкой стула государя. Сами понимаете, при таком раскладе они всегда смогут развернуться. В том направлении, которым посчитает Дон Кало, конечно. Однако с данным моментом у нас появляется ряд проблем, которые требуют скорейшего решения. Наши войска требуют определенных реформ. К тому же мы представляем слишком большую опасность для окружающих нас альянсов. На какое-то время мы сможем поддерживать подобие о дружелюбии с синдикалистами. Ведь в их глазах еще свежо предание о дружеских отношениях между нашими государствами. Однако Вильгельм не будет столь лоялен к нашему режиму. Уже сейчас самые влиятельные картели проводят операции у него под носом. Мы запускаем наши цепки и лапы в Балканы, а также страны Прибалтики, в надежде насытить их рынки нашими товарами. Параллельно мафия начинает механизацию армии. Однако до поры до времени не стоит ожидать мафиози, занимающихся рэкетом на танках. Однако время неумолимо двигало и сперед, не совсем скоро первый прототип был готов. Не бог ведь что, конечно, однако на первое время сгодится. Теперь мы были готовы и без озрения совести объявили войну нашему противнику. Мы ожидали тяжелой позиционной войны и противостояния за каждую пять германской земли. Однако по итогу получили довольно быстрое продвижение наших подразделений, по крайней мере на первых этапах войны. Однако самое интересное только начиналось. Вильгельм призвал в эту войну весь свой альянс. Что ж, как и в случае с Бисмарком, он не собирается идти на дно в одиночку и хочет подтянуть за собой весь свой альянс. Определенно уже сейчас ясным, что германская империя рано или поздно проиграет эту войну. Наши войска находятся в шаге от Берлина, и мы совместно с нашими соратниками будем продолжать развивать этот успех. Уже в конце августа Восточный фронт врага оказывается в незавидном положении. Мы перерезаем маршруты для переброски подкрепления, и теперь флот единственное, на что вражеское командование может рассчитывать. Этот момент стал крупнейшим поражением Германии за последние несколько десятков лет. Мы можем с уверенностью сказать, что старый пройдоха утратил хватку. Наша капа докладывает, что в покоренных областях был установлен полный контроль. Прекрасные новости, ведь в ближайшее время их ждет новая работа. Закрепляя успех на Восточном направлении, мафия берет в окружение огромное количество дивизий врага. Мы можем с уверенностью сказать, что менее чем за два месяца Немчура будет полностью выбита из региона. С падением Берлина нам стало гораздо проще контролировать ситуацию. Враг понимал, что его дни сочтены, и сражаться более незачем. Союзники Вильгельма все чаще подвергались нападениям, а их дивизии были не столь профессиональны. В общем, по меркам мафии, это было как казино богатей отобрать. Но как бы Дон не хорохорился, эта война унесла слишком много жизней простых итальянцев. После нее нам еще долго предстоит восстанавливать промышленность. Ведь на данный момент мы удовлетворяем лишь нужды наших военных. В ближайшее время мы закончим это противостояние, после чего мафия утвердит свое окончательное влияние в Европе. Сицилийская мафия будет править, хотят ли того европейцы или нет. Союзники Кайзера медленно сдают позиции. Да и сам он более не надеется на успешную оборону. Под гнетом высших сословий, Вильгель вынужден преклонить колено. Его судьба решится на Сицилии, ну а мы будем пристально следить за развитием боевых действий. Собственно, наша компания имела оглушительный успех. Мы забрали практически все территории неприятеля и продолжаем развивать наше наступление. Остается еще несколько стран, которые противостоят нам. Но в целом, мы можем сказать, что эта война уже завершилась. Проблема захвата Бенелюкса более не является таковой. У нас есть огромное численное преимущество над любым неприятелем, готовым бросить нам вызов. Пока французы остаются нашими союзниками по неволе, мы можем более не беспокоиться о ситуации на западной линии фронта. В конечном счете, итальянская мафия приняла решение оккупировать лишь Швейцарию. И теперь, когда золото большей части мира принадлежит нам, наша экономика становится поистине несгибаемой. Через какое-то время, путем переговоров и угроз, карта Европы серьезно преобразилась. Все эти страны отныне готовы сражаться под нашими знаменами. Нам оставалось лишь противостоянием с последним осколком империи Вильгельма. Про себя мафия называла их Северным Альонцем. Что ж, Север запомнит нашу славную победу. Капитулировав Данию и получив свое распоряжение о ее земле, мы можем организовать плацдарм для вторжения в Швецию. Разумеется, англичане имеют определенные притязания на эти земли. Но кого вообще волнует то, о чем думают англичане? Мы получаем свое полное распоряжение марионетку, которая любезно поделится с нами правом прохода. Северяне глазом моргнуть не успели, как на К первого итальянского мафиози коснулось шведской земли. Дальше говорить уже не о чем. Враг слишком слаб для того, чтобы пытаться организовать хотя бы какое-то маломальски серьезное сопротивление. Прекрасные новости. Ирландия капитулирует. Ну а мы в свою очередь получаем небольшой плацдарм для вторжения. Кстати, что там на северных рубежах? Война продолжалась, но нам удалось захватить наиболее густонаселенные города противника. Швеция сдается на милость итальянских мафиози. Финляндию ждет та же участь. У нее практически нет сил для того, чтобы организовать нормальную оборону. Однако негостеприимные условия ведения войны накладывают свой отпечаток на продвижение. С другой стороны, сербы совместно с османами желают под шумок оттяпать у нас Балканы. Мы не потерпим такой вопиющей наглости по отношению к Дону. Виновные будут наказаны. А их земли, разумеется, станут нашими новыми активами. Финляндия уже практически готова сложить оружие. Нам остается захватить еще несколько крупных городов до того момента, как враг объявит о капитуляции. Иллирийский десант подтягивается как никогда вовремя. Враг повержен и развеян по ветру. Ух, это была славная битва, и от бывших союзников Вильгельма не осталось и следа. Теперь же нам остается решить небольшие территориальные споры с османами. Все наши войска спешно отправляются на линию фронта, готовые сражаться до самого конца. Пока преданные нашему делу капом берут Константинополь, Румыния решила начать свою собственную маленькую войну. Теперь в регионе не останется никого, кто более нелоялен нам. А с падением Османской империи мы при поддержке наших верных заюзников будем полностью контролировать Босфор. Возможно, образуется некий мафиозный шелковый путь. Однако до этого момента нам нужно полностью искорядить угрозу со стороны турков. Турецкая мафия. Да, это звучит серьезно. Даже не знаю, справится ли Дон с такой тяжелой задачей, ведь эти люди будут явно отрицать его правление. Однако ему нравится пробовать, и в своих попытках он уже достиг определенных результатов. Наша объединенная многонациональная армия разгромила Осман на голову. Эту страну более ничто не спасет. Дальнейшее сопротивление невозможно. Пора выбрасывать белый флаг. Что ж, действительно белый флаг и кровь ушла из вен. Этим людям больше ничто не поможет. Они могут надеяться только на милость мафии. Воистину, наш альянс крепок как никогда. Мы владеем огромными территориями. А все лучшее отправляется в Ребекомной Сицилию. Однако Дон Кало продолжает строить зловещие планы. Ему по-прежнему угрожает московский пакт. Да и третий, интернационал рано или поздно перестанет быть дружественным нам. Мафия должна быть сильной в эти нелегкие времена. Ну а тем, кто ложится спать, спокойного сна, мои дорогие гости и зрители канала. Ставьте лайки, не забывайте подписываться и со всей силы вмажьте уже в этот долбанный колокольчик, для того, чтобы сломать алгоритмы Ютуба и не пропустить следующие видео. Во вкладке сообщества, как всегда, идет новый опрос, но вы сами не стесняетесь, предлагайте свои идеи в Дискорде. А для вас, как всегда, вещал я, Малаваргейминг. До новых встреч, пока, ребята. Продолжение следует...